Сегодня мы пришли на Ходукакиньон, на Щелкунчика. Это будет мюзикл. Надеюсь, ребёнок не уснёт. И вот на это ещё шоу хочу сходить, но оно ещё не началось. Оно 9-го числа начнётся. Это Нанта детское. Нанта шоу корейское. Самое моё любимое. Поэтому на детское надо будет сходить обязательно. Вот так выглядит этот арт-холл. Ангелинишна там сладкую вату себе покупает, стоит. Вот и всё, что нужно ребёнку, в принципе. Сладкая вата. Обязательно синего цвета, да? Ангелина! Ангелина! Довольна? Вот такие здесь есть. Не надо так делать. Вот такие здесь есть специальные подушки для детей. Чтобы они... Чтобы им видно было. У всех детей есть такие подушки. Самое обидное, что нам запретили даже воду пить здесь. Ребёнку даже воды не выпить. Это отвратительно. В кинотеатре можно всё. И кофе, и попкорн. А здесь нельзя даже воду. Ужасно. Как будем выживать, Ангелина? Я сидя. Да? Не знаю, не знаю. До конца досмотрели. Очень понравилось. Сегодня шёл дождь. А мы после мюзикла «Силкунчика» едем сейчас на Тон-де-Мон. Там София у нас сегодня выступает опять. И мы едем её забирать. Вот так вот выглядит Сеул. В серую, пасмурную, унылую погоду. Всё равно мой любимый и самый красивый на свете. Несмотря на то, что полдня шёл дождь, сейчас зима. Обратите внимание, насколько чистые все машины. Ангелина отрубилась у нас. Она высидела. Весь мюзикл. Он длился 75 минут. Больше часа. И она с открытым ртом просидела всё это время, хлопала, кричала. Так как мюзикл был детский, ориентирован специально на детей. Актёры. Они взаимодействовали с залом, с детьми. И дети участвовали там, спасали главных героев. Подсказывали, кричали, хлопали. В общем, принимали участие бурное. Поэтому ей, конечно, очень понравилось. Если бы нужно было сидеть тихо, наверняка она бы столько не высидела. А так... Главное, чтобы дождь опять не пошёл. А то наших детей на сцене замочит. Тон-де-Мон, это восточные ворота. Из древней это была торговая улица. Сейчас она, конечно, имеет очень мало общего с той торговой улицей. Что была здесь в древности. Но, тем не менее, рынки здесь сейчас тоже и остались. Все эти старые рынки. И вот здесь мы видим Тон-де-Мон-дизайн-плазу. В правую сторону. Надеюсь, её будет видно. А вот и те самые восточные ворота. Перед нами. Старинные. Видите? И там протекает река Чонгичон. Знаменитая почему-то у туристов. Я не понимаю, почему она всем так нравится. Распиарили её хорошо. Но там особо смотреть не на что. Иногда там проводятся фестивали всякие. Например, фестиваль фонарей. Или День рождения Будды. И тогда там, да, действительно делают инсталляции. И очень красиво получается. А вообще, в принципе, там смотреть нечего. Ручей да и ручей. Нам тоже нужно разбираться. Успеем, надеюсь, это сделать. Вот тут всё уже к Новому году украшено. Дед Мороз, ёлки, палки. Ну, что ж такое, да, товарищи. Опять таксисты эти, таксисты безумные. Им начинает вечереть, начинает красиветь. Давай, давай, выезжай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Корее такая мода зимняя. Чем больше пуховик, тем моднее. В один пуховик можно три девочки завернуть. Три кореяночки. Ну, и я также хожу, не отстаю от моды-то. Сланцы, главное, кеды или шлёпки должны быть. Самое главное, это должна быть голая щиколотка. Ноги должны быть голые. Короткие штаны, голая щиколотка. И какая-нибудь лёгкая-лёгкая летняя обувь. И пуховик на три размера больше. И такой, знаете, тёплый, фирменный, который может выдержать до 50 градусов мороза. Иначе вы совсем не модный человек в Корее будете. Если уж вам холодно, можете шарфом замотать шею. Но ни в коем случае не надевать сапоги. Сапоги – это самое, что ни на есть антимода в Корее. Ни в коем случае никаких сапог. А тем более со смехом. Сразу будет видно, что вы иностраница. Немодный человек. Вот такая красивая Ёльченция стоит возле магазина. Огромная. Изюмчик. Ты что там увидела? Пойдём на Софию смотреть. Вечером немножко повеселее все смотрят. У Софии закончился концерт. Мы не сняли его, потому что там народу было очень много. И мы приехали ужинать. Ужинать холодной лапшой. Это такая вкуснотень. Сейчас покажу. Ангелина. Ангелиночкина. Устала Ангелина. У нас уже поздно. София с макияжем просто ужасно. Вообще на себя не похожа. И раз в десять страшнее, чем без макияжа. Не знаю, зачем они так делают. Зачем так красят детей. Отвратительно. Ну, что поделать. Когда приносят еду, я забываю её снять. Сразу приступаем есть. Вот тут есть ножницы. Эту лапшу нужно самим разрезать ножницами. Иначе она очень-очень длинная. Здесь вот есть огурец, бульон. Это гречневая лапша. Ангелина стырила у меня яичко. Там вообще должно быть ещё яичко плавать вот так вот. И вот эта редька тонко нарезанная. Белая редька. Кунжутное семя. И, в общем, всё. Не могу больше говорить. У меня слюни текут. Ангелина заказала себе манты. Поэтому ждёт сидеть ещё. А, вот и манты пришли. Манты с мясом. И мясо жареное на гриле. Вот такой вот у нас пир сегодня. София... София разрезала ножницами. И всё равно длиннющая вот такая вот лапша. Ангелина, хватит играться. Давай ешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!